Находиться на солнце долго вредно. Это знают все. Но почему? Солнце вообще вредно для нашей кожи. Во-первых, оно стимулирует рак кожи, очень сильно стимулирует ультрафиолетовые лучи. Потом солнце стимулирует, вызывает пигментацию на лице, пигментацию веснушки, потому что мы от этого очень долго избавляемся. Солнце разрушает коллаген. Уж поверьте мне, мы потом очень долго его стимулируем и восстанавливаем, чтобы выровнять личико, тургор кожи и избавиться от каких-то морщин. Конечно, это совсем не значит, что из дома выходить можно только после заката или что нужно укутываться в полотно полностью. Нужно просто грамотно выбирать уход. И сейчас выпустилось много увлажняющих кремов уже с SPF-фактором, уже с защитой солнцезащитной. В основном это 20-20. Ну, уровень защиты 20 в этих увлажняющих кремах есть. То есть можно уже начать выбирать такие крема и плюс уже будет какая-то защита повседневным уходом. Также, если выбираетесь на отпуск или просто пошли загорать, нужно, естественно, защитить кожу самим солнцезащитным кремом, уже рассчитанным на это. И в основном лучше брать солнцезащитное средство сразу с фактором 50. Это будет практически 100% защита для вашей кожи. И не переживайте, такой крем не помешает вам получить желаемый шоколадный загар. Солнцезащитные средства, они, в первую очередь, не дадут сгореть и как раз-таки перейти в тот порог, когда уже загар будет вреден для вашей кожи. То есть, конечно же, загар небольшой будет, но он только будет ровненький. Но сгореть вы не сможете, особенно с высоким фактором защиты. Для того, чтобы загореть, совсем не нужно лежать часами под палящим солнцем. Так вы делаете себе и своему организму только хуже. Чтобы загореть, а все мы хотим, естественно, загар, это красиво, мы все ждем лето. Не нужно по 40 минут, по несколько часов в день лежать звездой на солнце. Лучше, во-первых, нанести солнцезащитный крем, чтобы в этот день, да, также не навредить своей коже. Также лежать в день на минут 15 хотя бы и желательно до часа из 4 часов дня. То есть, днем желательно не находиться на солнце, но очень агрессивно. И так по чуть-чуть каждый день, и у вас загар будет появляться ровненький и красивенький. Чтобы загар просто лег ровно и можно было быстрее загореть, можно в банке или в душе заниматься скрабированием тела. То есть, естественно, мы роговые чешуйки снимем, то есть какую-то грязь, грубо говоря, сверху снимем, и наш загар уже ляжет ровненько на нашу чистую кожу. Но есть также летом и противопоказания, да, так как яркое солнце, есть определенные противопоказания для нашей кожи в виде уходов. Это нельзя на лицо выполнять никакую шлифовку, так же на тело, так же нельзя проводить никакие лазерные процедуры и агрессивный пилинг. Конечно, солнечные ванны обеспечивают наш организм еще и витамином Д, которого нам, жителям Урала, зачастую не хватает. Но на его получение достаточно прогулки после работы. И тогда солнце будет полезным. Здоровье для... Субтитры создавал DimaTorzok